Возгорание произошло на улице Набережная. Огнем был охвачен неэксплуатируемый дом. Один пожарный автомобиль подавал воду из реки, второй экипаж расположился непосредственно у горящего здания. Очаг возгорания располагался в одной из комнат строения. Здание было обесточено, отопление отсутствовало, теплоснабжение также отсутствовало. По периметру участка стоял забор, примерно 2 метра. В настоящий момент разрабатываются две версии возникновения пожара. Это неосторожное обращение с огнем, личность которых пока установить не удалось. И второй вариант – это поджог. Пламя отгоревшего дома стало расходиться в стороны по сухостою. Вспыхнуть могли жилые и хозяйственные постройки по соседству. Огненная стихия разгулялась не на шутку. Столб огня и дыма можно было заметить в районе ЦРБ. По словам пожарных, была реальная угроза перекидывания огня на соседний жилой дом. Но этого удалось избежать. Чтобы не допустить перехода огня на соседний жилой дом, пожарные подали два ствола для защиты строения. По словам огнеборцев, за истекший период года на территории Великого Усть-Узского района произошло 18 пожаров, один из них лесной. Хотелось бы обратиться к жителям Великого Усть-Узского района с тем, чтобы они соблюдали требования в области пожарной безопасности. Не допускали распространения огня, не разводили костры в связи с тем, что введен особый противопожарный режим. И в настоящий момент проходит пожароопасный сезон, в рамках которого запрещается разведение открытого огня. Пожары остаются одним из самых распространенных бедствий, с которыми сталкиваются люди. Горят леса, здания и сооружения. Хуже всего, когда огонь уничтожает кровь и лишает жизни людей. Помните, огненная стихия не щадит никого. Андрей Жирин, Максим Колосов, Новости провинции.